Здравствуйте, мы продолжаем работу Паганёна Казахстана. Сегодня Тулиген Байтукенов и Инна Байтукенова презентуют свой научно-исследовательский документальный проект, который они начали, то есть разработка сейчас идёт в Лос-Анджелесе, в Америке, будут снимать и в Америке, и в Казахстане. Проект называется Nature for Brothers. Русская версия рабочая — это братья. Пожалуйста. Добрый день, спасибо. В общем, да, это проект, который мы начали уже реализовывать понемногу, подписали контракт с продюсером, но сначала бы я хотел представить нашу команду. Можно следующий слайд. Ну, это вот немножко про меня. Я режиссёр и директор. Я закончил Казахскую национальную академию искусств, потом закончил годовой курс по скринрайтингу по стандартному мастерству UCLA. Мой первый фильм «Саташ» был в конкурсе Варшавского кинофестиваля в секции дебютных фильмов. Потом я снял документальный фильм про нашего самого известного учёного 19-го столетия Шукана Валиханова по заказу телеканала КТК. И, кроме того, в прошлом году один фильм, написанный по моему сценарию, завоевал приз за лучшую режиссуру на кинофестиве «Позитив» в Астане. И в 2019 году мы с со-сценаристами Андреем Теном и Инной попали в четвертьфинал голливудского сценарного конкурса «Скринкрафт». Следующий слайд. Продюсеры. Продюсер у нас, главный американский продюсер, это Дэниел Смит. Вообще у него такой интересный такой бэкграунд. Он, в общем, служил больше 30 лет в спецназе американском. И потом вышел на пенсию. Вообще у американских спецназовцев, у милитари, у них хороший такой ретайрмент, то есть пенсия. И он начал посвящать себя любимому делу, то есть съёмкам документальных фильмов. Он закончил Нью-Йоркскую киноакадемию, снял несколько фильмов. Некоторые из них были на фестивалях. И сейчас он занимается одним большим проектом, буквально в данный момент находится в Испании, про беженцев. Про беженцев из горячих точек, из Сирии, из Ближневосточного региона в Европу. Как только он закончит этот свой проект текущий, мы сразу приступим к реализации Native Brothers. Инна Байтукенова, сопродюсер, научилась тоже в Академии искусств имени Жургенова. Была продюсером короткометражки «Пельмени и Рахманинов», сооснователем мастерской режиссуры «Экшн», со-сценаристом на проекте «Саташ». И фильм, написанный по её сценарию, балерина выиграл приз «Лучший фильм» на фестивале «Позитив» в Астане. Вот, следующий слайд. Это вот мы. Почему вообще такая тема возникла? На самом деле, давно она витала в воздухе. Я общался с историками, просто с людьми. И всегда такое возникало ощущение, что есть некая родственная связь. И вот в прошлом году один нью-йоркский житель по имени Рахсан Уолф, ну это такой путевдоним, вышел, возможно, вы читали на новостных сайтах, вышел на улицы с казахским флагом, с книжками, и начал говорить о том, что вот он давно интересуется культурой казахов, сам он индейец из племени Чироки, и он замечает очень много общего между казахами и индейцами. И поэтому он уверен, что есть какие-то глубокие родственные связи. Но это просто такое утверждение, насколько оно может быть правдивым. Следующий слайд. Вообще, многие казахи верят и думают, что у нас есть какие-то связи с индейцами. В первую очередь, конечно, это связано с тем, что образ индейцев, он был, так скажем, пропагандирован посредством кинематографа, и мы увидели, что там они великолепные всадники, чем-то похожи на нас. Ситуация была примерно схожая. И вот ключевые факторы – это кочевой образ жизни у некоторых индейских племен. Потом такой не очень хороший опыт колонизации. Ну, то есть индейские племена испытывали давление со стороны американских переселенцев, белых. Казахи испытывали давление со стороны русской администрации. Потом один из ключевых факторов – это сходство в обычаях и традициях. И еще один немаловажный фактор – это отношение к животным, анимелизация, да, то есть. И в первую очередь, конечно, к лошадям. Вот. Это все такие факторы, которые сближают. И еще один фактор здесь есть, который присущ, насколько я знаю, в принципе, только практически индейцам и нашим племенам – это выкрик боевого клича как имени вождя. То есть вот у них кричали Джерониму, американские индейцы, и этот клич, когда они идут, вот так перешел, кстати, в американский сназ. У нас казахи кричали имя Аблай-хана, Аблай-Аблай, что вот, в принципе, тоже сходное. Следующий слайд. Вот по поводу еще сходств. Сатанта, лидер Каманчи в 19 веке сказал. Я слышал, что белые люди хотят поселить нас в резервации около гор. Я не хочу там жить, потому что я люблю бродить по прериям. Я чувствую себя там счастливым, а как только мы начинаем жить в городах, мы бледнеем и умираем. И тут же письмо Галдан Цирена к нашему хану Абул Хаиру. Это вот Абул Хаир. Он ему писал, почему ты с ними пошел, с русскими. Мы свободные люди, мы живем в свободной степи, в то время как они закрывают себя за стенами. Они никогда не поймут нас. Ну, то есть, примерно, да, тоже схож образ мышления. Следующий слайд. Вот, теперь к фактам. Мы поговорили о том, что, в принципе, есть такие, как бы, тема такая, которая висит в воздухе. Что касается фактов. Вообще территория Северной Америки была населена различными племенами через Берингов пролив, который тогда не был Беринговым проливом, он был Беринговым перешейком. Был такой мост около 15 тысяч лет назад. И туда переселились племена с материковой части Евразийского континента. Но факт в том, что вот тот образ индейцев, к которому мы привыкли, таких наездников, которые скачут на конях и метко стреляют из лука, он на самом деле появился только начиная с 15 столетия, когда европейцы завезли лошади. Вообще индейцы не знали лошадей, в то время как домистификация лошади на наших континентах в Азии произошла в Палеолите, то индейцы их увидели только в 15 веке нашей эры. И, соответственно, приручить и начать разводить их они смогли только к 18 веку. И вот этот образ наездников, он актуален для 18 века. Вот. И сразу возникает тогда вопрос, какое может быть родство? Потому что они не были кочевниками практически большую часть своей истории. Следующий слайд. Но, вот здесь интересная деталь, было две волны переселения, одна была 15 тысяч лет назад, другая около 5 тысяч лет назад. И вот во второй волне переселенцев есть так называемая языковая группа Надене. К этой группе Надене относятся только два американских племени, это Апачи и Наваха. Они очень сильно отличаются по языку от других, от 90% всех американцев. А вообще, американских племен к 19 веку насчитывалось около 600, а языков до этого было порядка 2000 языков и наречий. То есть, то, что мы воспринимаем индейцев, Native Americans, как какие-то единые конгломераты, не совсем правильно, потому что их было очень большое невообразимое количество племен разнообразных, которые достаточно сильно отличались. Так вот, вот эта группа Надене, которая, по некоторым данным, имеет отношение к гунну или хунну, которые населяли евразийские степи, они стоят обособленно. И самое интересное, то, что именно Наваха стали наиболее искусными наездниками за короткий период времени. То есть, практически в 18 веке они стали самыми крутыми кочевниками, они жили в прериях, они строили вот такие дома, которые очень похожи на казахские юрты, но они более такие... Они называются хоганы, это более такие, как казахские хстау, да, стационарные жилища. Кроме того, у них были жилища, которые можно было передвигать. И быт, в принципе, очень сильно похож на казахский. И вот эта вот теория о том, что, возможно, именно Наваха стали такими классными наездниками, и все их боялись, простекла именно из того, что они были близки к хунну. Ну, то есть, у них эта черта не проявлялась до тех пор, пока их не выдавили в прерии. Как только их выдавили в прерии, у них заиграла кровь кочевников. Но эта теория требует проверки, в связи с чем мы... Следующий слайд. Мы и будем делать эту проверку. То есть, мы возьмем несколько сохранившихся Навахо, которые еще помнят традиции, которые очень хорошие наездники. Мы возьмем у них генетический тест на ДНК. Есть у нас планы привезти одного из Навахо на игры кочевников, которые происходят у нас в регионе, в Казахстане, в Кыргызстане. И посмотреть, чтобы этот человек, наш герой, он посмотрел быт казахов, быт кочевых племен, изучил, увидел какое-то общее. И потом, в финале, мы, конечно, будем разоблачать данные генетических тестов и обнаружим, действительно ли есть какое-то сходство, действительно ли мы родственные племена. То есть, племена кочевников Средней Азии и племена... Ну, конкретно, племя Навахо. Хотя, конечно, мы будем делать еще и тесты у других племен, в том числе Апачи, Каманчи, Каева, которые тоже вели кочевый образ жизни. И не только кочевый образ жизни, потому что может быть такое, что те племена, которые, наоборот, в горах, они ближе к нам, окажутся. Хотя, вот, судя по всему, должно быть... То есть, вот Навахо, судя по всем внешним признакам и по научным выкладкам, они должны быть наиболее близки к хуну, к тюркоязычным племенам из Средней Азии. И, в общем, у нас проект должен закончиться на такой высокой эмоциональной ноте, когда этот Навахо вскроет конверты и обнаружит, имеет ли он родственников в Казахстане, условно, или нет. Вот, следующий слайд. Ну, собственно, вот наши контакты, продюсеров и меня. Вот, данный момент немного о текущем состоянии проекта. В данный момент мы подписали контракт, мы начали уже изыскание и находимся в поиске дополнительного финансирования, потому что проект хочется сделать достаточно большой. Поэтому мы рассылали письма и рассылаем в фонды американские, которые поддерживают Native Americans. Их очень много, на самом деле. И в том числе и в организации самих Native Americans, которые в Америке достаточно богатые, они занимаются и горным бизнесом, в том числе. Вот, и мы надеемся, что мы этот проект реализуем уже к следующему году. Вот, хода холоса. И приставим на суд общественности. Ну, я вот, честно, мне он очень, меня очень захватывает вот этот момент. Я не знаю, что будет там. Мы будем родственниками с Навахо или не будем. Но мне это очень интересно, потому что, ну, и я с кем не общался, все говорят, да, это прям интересно. И надо посмотреть, что из этого будет. Такого рода изыскания еще не проводили. Есть куча вещей, когда говорят, что да, мы, видимо, похожи. Были исследованы вот эти, были сделаны генетические тесты, вот это 90% групп индейских племен, которые показывают родство с сибирскими племенами, выходцами с Алтая. Но вот теория насчет хунну и Навахо, она еще не проверялась. Если есть вопросы, пожелания. А вот я еще где-то читала, что даже языки, в принципе, похожи, типа вот гора у них, по-моему, тоже так же, типа да, Гританс. Вот, как я сказал, около 2000 языков у индейских племен. И есть такая теория, ну, это не теория, как бы научное обоснование того, что, в принципе, языки схожи, именно потому что, ну, определенное количество звуков, оно лимитированное в человеческом вообще артикуляционном аппарате. И поэтому, безусловно, всегда встречаются совпадения. Ну, условно, у нас бас-голова, а в английском бас-это автобус. И там, и там бас, но это совершенно разное. Понятно, что нет ничего общего. Вот, или махаббат, например, у индейцев, это тоже любовь. Правда? Да, да. Ну, и в смысле, и что? Ну, видимо, какие-то, может быть, но это такой предмет, требующий очень большого исследования, потому что есть просто совпадение случайное. Когда, ну, вот, или мама, она на всех языках мама, да, потому что это первый звук, который человек извлекает, когда рождается, да, ему легко сказать «мама», да, на выдохе. Поэтому, то есть, мы на это не будем зацикливаться, но, безусловно, если есть какие-то вещи попадут в поле нашего внимания, мы уделим какое-то время. Но вот не хочется на этом заостряться, именно потому что это сложно научно доказуемо. А вот тесты ДНК, ДНА, они вот конкретные. На самом деле, тема очень интересная и перспективная. Ну, вы планируете, как бы, именно полный метраж документальный для выхода в театральный прокат, или вы будете, как вы, где... Вопросы, вопросы дистрибуции сейчас стоят актуально, потому что очень много, на самом деле, есть форум и потенциальных вариантов того, как это будет снято. Я вот, мы ведем переговоры с Дэниелом, я вот хочу взять именно Наваха, проследить его жизнь, он расскажет, и прям через весь фильм провести историю этого героя, его путешествия, да, грубо говоря. И в финале он окажется в Казахстане, все это изучит, мы будем за ним наблюдать, и потом будет это. Вот у меня форма такая. Вы привезете в Казахстан? На игры кочевников мы планируем привезти. Там проводятся игры кочевников, где все скачут на конях, участвуют в национальных играх, чтобы он посмотрел и высказал свое мнение. Ну, не что-то есть схожее или нет? Как они, например, там скачут на конях, может, как-то по-другому, да? Вот, а потом мы поймем, да, после всех этих братаний, есть ли что-то общее или нет. Моя форма такая. Вот, у Дэниела есть свои соображения на этот счет. Мы пока вот... Вообще, существует... По большому счету есть две формы реализации документальных проектов. Первая – это сценарная форма, когда ты очень хорошо знаешь предмет, пишешь сценарий и потом просто подгоняешь футаж под него. Ну, то есть, ты снимаешь то, что ей не нужно. И второе – это больше такой исследовательский, когда ты набираешь материал, ты снимаешь, ты снимаешь, ты делаешь тему, и потом что-то может вылезти очень неожиданное, которое кардинально поменяет проект. У тебя есть тема, но ты не знаешь точно, что, как она будет реализована. Вот мы примерно в таком ситуации. У нас есть тема, мы знаем, куда, в какую сторону идти, но жизнь может какой-то вообще сюрприз нам преподнести, и фильм выйдет немножко в другую сторону. Вот такой исследовательский проект. Хотя, конечно, у нас есть план, как любому ученому. Любой ученый, когда строит гипотезу, он же пытается ее доказать, ищет под нее, потом либо доказывает, либо нет. Я, конечно, хотел бы доказать, что Наваха, но возможно, что так и не будет. А драматургически нет идеи, то есть если брать Наваху и везти его в Казахстан, то наоборот брать отсюда вот такого прям... Из Казахстана? Да, и везти его туда, и показать его... И мы думали и об этом, даже двух героев. Но потом, пока не знаем, может быть, внимание расфокусируется. Во-первых. Во-вторых, безусловно, мне кажется, ну, по-нашему, что если мы возьмем Казаха, повезем к индейцам, он все увидит как бы свое, родное, и скажет, да, я во все верю. И даже если кровь там не подтвердит, скажет, что мы вообще это братаны и родственники. А мне хочется, потому что Казахстан далекая страна. Например, казахи знают про индейцев гораздо больше, чем индейцы про казахов. И взять индейца привести, чтобы он посмотрел быт и за ним последить. Прям вот камеры, как он будет реагировать на все, в принципе, что происходит. Мне кажется, это очень интересно. Ну и для них, для самих это будет такое окно в новый мир. Ну и такой культурно-исследовательский момент. То есть чужие есть такой большой пласт общества, да, и каких-то народов к религии, и вот исследование тангрианства, и вот там, не знаю, там какой-то шаманизм и прочее. То есть эти моменты будут все учитываться в сценарии? Да, вообще очень много верований было у индейских племен, и они очень сильно были привязаны к существующей, грубо говоря, к ландшафту, и вообще, что происходит. Вот когда бизоны, когда было очень много бизонов, они обожествляли бизонов, когда их начали уничтожать белые, у них бизоны отошли на второй план. Ну то есть они очень такая, была примитивная, даже не религия, а, скажем, комплекс верований очень гибкий, который все время изменялся в зависимости от того, что происходит вокруг. Ну и плюс, конечно, да, курение различных трав способствовало тому, что вот индейские верования, они очень интересные. Вот есть такой миф творения у одного индейских племен. Он начинается так, ничего не было вообще, ни земли, ни неба, ни солнца, ни воды, ничего. И потом следующее сразу, как бы, кап, да, свеска. А потом, короче, там, по-моему, так, ничего не было, ни земли, ни солнца, ни неба, ни воды, а потом мужчины сидели на берегу реки и ловили рыбу. Понимаешь, а женщины им помогали. Вот так как бы началось. Понимаешь, то есть, ну, нет рефлексии, без заморочек, объяснение, какой-то там космологии. Ничего не было, а потом мужики сидели на берегу и ловили рыбу. Вот так примерно. Поэтому мы, конечно, будем сравнивать и с тенгрианством, но, опять же, не хотелось сильно бы уходить в сторону именно таких вот... Это же все равно такие метафизические вещи верования, это не конкретные. Хочется больше конкретики. Вот сравнить орнаменты, сравнить породы лошадей, да, сравнить, как они скачут, сравнить их быт, как они там, еду, да. Потому что у них, вот у нас есть, например, сюриет, так называемый, когда высушивают, да, и возят, он долго хранится. У них есть, забыл, как называется такое блюдо, они, в общем, тоже высушивали мясо, но потом еще его мололи, смешивали с жиром и солью, и у них получалось что-то вроде твердого такого, как бы, сухпайка. Да, похоже на наше, но немножко другая форма. Хранилось годами, они этим и питались. Значит, у многих народов было. Мне кажется, да. Да, условия, кстати, когда не было бытовой техники, электричество, всех как-то приспосабливали, чтобы продукты долго... Есть такая теория еще, конвергенция называется. Вот некоторые говорят, что вообще все сходства, которые есть у индейцев и, например, у кочевых племен, в том числе казахов, они объясняются конвергенцией. Конвергенция – это когда люди живут в сходных геоландшафтных и климатических условиях, и у них просто из-за этого появляется что-то общее. Просто потому что они живут, как у северных народов, например. И вот мы хотим это все проверить и делать. Я вот чем больше в тему погружаюсь, тем больше становится интересно. Это такие открытия, и это как детектив ты расследуешь и прям чувствуешь. Единственное, вот сейчас, конечно, нам надо найти такого очень яркого героя, Наваха, за которым интересно было бы следовать, у которого была бы интересная судьба, и который бы тоже живо реагировал на это. Основная задача на этот момент такая.